Это новый кроссовер Maybach EQS 680. Это первый серийный Maybach исключительно на электротяге. Более того, это один из самых роскошных и мощных кроссоверов в мире. И сегодня я расскажу вам всё самое интересное об этой модели, ведь я Мэтт Уотсон и это Карвау. Новый кроссовер Maybach EQS основан на кроссовере EQS от Mercedes, однако у него хватает своих новшеств и доработок. Сперва обратим внимание на огромную решётку. Да, новый Maybach это первый электромобиль компании, но что это за люксовый кроссовер без впечатляющей решётки, правда же? И разумеется, надо её дополнительно нафуфырить хромом. Датчики и камеры здесь встроены довольно изящно. Обошлось без уродских панелей, как на Maybach S-класса. У обычного кроссовера EQS под фарами красуются декоративные воздухозаборники, но у флагмана от Maybach тут вставки с логотипами марки. И разумеется, тоже обрамление из хрома. Его же хватает и на сплиттере, и в нижней части дверей, чуть выше порогов с подсветкой. Если и так недостаточно приметно, можно взять новый Maybach с отполированными до близкой дисками, диаметром до 22 дюймов. Также обрамление стёкол тут из хрома, как и стойки между передними и задними дверями, точно как у Maybach GLS. Они призваны визуально удлинить зад авто как можно больше. Видимо, чтобы остальные водители завидовали тому, сколько у вас места на ногам. Об этом чуть позже. Также значок Maybach на задней стойке, и опять же хром на заднем бампере. Также для этого люксового кроссовера доступен двухцветный окрас и нанесённый вручную полоски одного из пяти цветов на выбор. Впрочем, не знаю, нравится ли мне это сочетание чёрного и золотого. А вы как считаете, это самый красивый люксовый кроссовер на сегодня, или вам больше по душе какой-нибудь Rolls-Royce Cullin? Проголосуйте в закреплённом комментарии, кто по-вашему красивее, этот Maybach или Rolls-Royce. Покупатели Maybach наверняка могут позволить себе нанять шофёра и в основном расхиживать на заднем сидении. Поэтому Maybach весьма предусмотрительно оснастили новый кроссовер QS одними из самых роскошных сидений, что я когда-либо видел. Даже у тех, что в базе есть обдув, куча разномастных вариантов массажа и раздельный обогрев плеч и шеи. Можно даже помассажировать себе икры, чтобы не свело ноги по пути из машины до очередного совещания. Кроме того, есть пакет шофёр, позволяющий откинуть спинки задних сидений почти горизонтально и отодвинуть переднее пассажирское сидение вперёд, чтобы ногам было ещё свободнее. Ну и словно этого мало, зацените комплектацию первый класс. У неё избавились от сплошного ряда сидений и сделали роскошные кресла, отделённые деревянной секцией, совмещенные с центральной консолью. Есть тут и встроенные примочки, типа быстрой подзарядки для телефона и разъёмов HDMI для вывода картинки на экраны шпинках передних сидений. Они связаны с основным передним экраном HyperScreen, поэтому сзади можно отрегулировать подогрев, положение сидений и даже забить новый маршрут в навигатор. Но больше всего мне тут нравится встроенный мини-бар. Ну, не совсем мини-бар, но холодильничек, термоизолированные подстаканники и пара посеребрённых бокалов для шампанского. А то, где это видано, чтобы владелец майбаха пил из обычного стекла. Впрочем, на шампанское лучше не налегать, так как и позади есть камеры. Не для того, чтобы за вами шофёр шпионил, они мониторят положение рук, можно, например, включать-выключать подсветку взмахом руки. В салоне машины 253 светодиодных источника света и 64 различных цвета подсветки, включая золотисто-рузово-белый и сияние аметиста, эксклюзивно для майбаха. Ну, так говорят. Новый кроссовер QS от Майбах в базе оснащён двумя электромоторами, которые даже мощнее, чем у заряженной версии кроссовера EQS 580. Их совокупная отдача 658 лошадиных сил, что на 114 лошадок больше, чем у самого мощного мерседесовского кроссовера EQS. Также они выдают 950 ньютон-метров в момент, а на 92 больше упомянутого заряженного мерса. Таким образом, это один из самых мощных кроссоверов на сегодня. Мощнее 600-сильного Rolls-Royce Cullinan Black Badge и Bentley Bentayki Speed мощностью 635 лошадей. Благодаря этому майбаховский кроссовер EQS 680 быстрее своего младшего собрата 580. Разгон до 96,4,4 секунды, на 0,2 быстрее 580. И на пару десятых секунды быстрее Rolls-Royce Cullinan и Майбах ГЛС. Хотите сравнить эти цифры с другим дорогим кроссовером? Нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылке в описании, чтобы посмотреть видео о моём любимом авто такого класса. На передних сидениях экономить тоже не стали, мало ли, захотите сами покрутить баранку. В основном дизайн спереди похож на стандартный кроссовер QS от Мерседеса. Такой же экран системы HyperScreen. В основном меню и цифровой приборке появилась парочка новых режимов, включая так называемый скрытый. В нём большинство меню и значков убираются с глаз долой, а экран подгоняет свой цвет под подсветку в салоне. Хватает и других характерных для Майбаха штук. Стальные педали с логотипом, прошитые подголовники, опять-таки с логотипом. Ну и при открывании двери тоже проецируют на землю, не поверите, всё тот же логотип Майбаха. Майбах раструбили во всеуслышание, что салон в новом EQS отделан растительными материалами. Это не значит, что сидения сделаны из картофельных очистков, а то, что они обработаны натуральными материалами без синтетических добавок. К примеру, для окраски кожи использованы растительные масла и шелуха от кофейных зёрен. Впрочем, не придётся ограничиваться расцветкой алиэспрессо. Также доступны коричневые, белые, бежевые, серые и бронзовые сидения на выбор. Владельцев Майбах вряд ли заботит экономия, но вот долго ждать, пока электромобиль зарядится, точно не хочется никому. Поэтому у EQS 680 достаточно технологий, чтобы протянуть как можно дольше на одном заряде. К примеру, машина может полностью отключить мотор на передней оси, всё для экономии заряда. Майбах пока официально не подтвердили дальность хода EQS, но уже сказали, что заряда батареи ему хватит где-то на 600 км хода. Это на 10 с небольшим километров меньше двухмоторного кроссовера EQS 580, и почти на 65 километров меньше модели 450+, с одним электромотором. Майбах постарались сделать новинку максимально тихой. У обычного кроссовера QS'а с Мерседеса уже были специальные резиновые опоры моторов для уменьшения вибрации, но Майбах добавили шумоизоляцию, чтобы езда на авто стала ещё спокойнее. Крышку багажника сделали так, что она полностью закрывает доступ в багажник и не пропускает звуки. Также усилили стёкла и поменяли уплотнители на крыше, чтобы уменьшить шум от ветра. Благодаря этому аудиосистему Берместер будет слышно ещё более чётко, а это 15 динамиков, два из которых в потолке и два аж в багажнике. Она воспроизводит ту же подзвучку во время езды, что и обычный кроссовер, но есть и уникальное для Майбаха звучание, которое называется «воздушная грасса». Правда, нам ещё не дали его послушать, так что даже не знаю, его наличие это плюс или минус. Майбах должен ехать не просто тише обычного Мерседеса, но ещё и комфортнее. За это отвечает пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы которой, опционально у обычной модели EQS, здесь входят в базу. Она может поднять авто на 35 мм на особо коварных неровностях, или опустить, чтобы улучшить обтекаемость и устойчивость на высоких скоростях. Также в базе здесь управление задними колёсами, которые поворачиваются на угол до 4 градусов. Можно доплатить до поворота до 10 градусов, и с этой опцией диаметр разворота нового авто составит всего 11 метров. Стоит задуматься, если не хотите без конца крутиться перед очередной красной ковровой дорожкой. Также появился новый режим езды Майбах. Он настраивает подвеску так, чтобы в зоне задних сидений было как можно меньше колебаний во время поворотов, ускорения и торможения. Да, водителю впереди может быть не столь комфортно, но кого это вообще волнует? Никого. Майбах пока не огласили цену нового кроссовера EQS 680, но можно получить неплохое представление, если глянуть на ценники нынешних моделей компании. Обычный седан Mercedes S-класса обойдется примерно в 86 тысяч фунтов, версия S-класса от Майбаха вдвое дороже. Такая же ситуация и с GLS. Обычная версия Мерседеса стоит 89 тысяч фунтов, а Майбаховский GLS дороже 170 тысяч. Поэтому, раз уж новый кроссовер Mercedes EQS стоит примерно 130 тысяч фунтов, стало быть, на новый Майбах EQS 680 уйдет где-то 200 тысяч фунтов. Вау. Если вам понравилось видео, поставьте нам лайк, напишите ваше мнение в комментариях. Чтобы посмотреть еще видео, а не вам понравится, я выбирал, нажмите на окошко слева. Либо, если вы на нас еще не подписались, сделайте это. Для этого нажмите на значок канала посередине. Все просто.